Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Был неудачный опыт в отношениях, влюбилась, использовали. Теперь, когда речь заходит о близости, меня все передёргивают, я и жена боятся. Как от этого избавиться? Ну что же, у вас на самом деле негативный опыт, это правда. Опыт действительно негативный. Опыт на самом деле болезненный. В общем-то, о чём мы здесь в первую очередь говорим? Мы здесь говорим о боли, об обиде, о злостве, об агрессии. Всё это, по-видимому, вы себе благополучно подавили. Поэтому, ну как бы, начинать, на мой взгляд, в первую очередь нужно, вот, с проработки этого негативного опыта, который у вас есть с прожития, с проживанием ваших чувств, чувств, которые у вас, опять же, имеют, ну, имеют место быть. Вот. А дальше, уже, после этого, смотреть, что с вами, вот, в целом, глобально происходит. То есть, как у вас обстоят дела с личными границами? Как у вас дела обстоят с самооценкой? Как у вас обстоят дела с замечанием ваших желаний, ваших потребностей, ваших эмоций, которые у вас есть, потому что то, что вы говорите про использование, ну, вот, то, что, про то, что вас использовали, это же, по сути, дел, по сути дела. Это история о том, что вы не защищаете свои личные границы. Это история про то, что вы не чувствуете их, свои личные границы. Вот. Не привыкли к ним прислушиваться. Вот. И, соответственно, страх у вас, на мой взгляд, связан с тем, что вы элементарно и небезосновательно на данный момент боитесь повторения ситуации. Вот. То есть, вы боитесь того, что это произойдет снова. Вы боитесь того, что это случится снова. Вы боитесь того, что он вас опять использует. И нужно понимать, что вы этого боитесь не случайно. Потому что это, на самом деле, может произойти снова. Если вы, в какой-то степени, да, не имеете свой подход к себе, к себе самой. Ну, просто вот элементарно, да, если вы не измените, ну, отношение к себе. Понимаете, да, какая история. Вот это очень важно. Дальше. Направленность. Ваша собственная направленность на мужчину. То есть, вот, условно говоря, вы были, вы были в отношениях. Чего вы хотели в этих отношениях для мужчины? Или вы хотели исключительно для себя чего-то? Но это тоже имеет смысл. Обратите внимание. Это важно. Это правда очень важно. Потому что если вы боитесь, то это означает, что вы, в общем-то, стараетесь, пытаетесь, решаете какую-то свою проблему. Ну, в отношениях. Ну, в отношениях. И это, наверное, не есть хорошо. Наверное. Потому что в отношениях не решают свои проблемы. То есть, их можно, конечно, решить. Ну, вот. Свои проблемы можно решить. Можно решать свои проблемы. Да. Да. Вот. Ну, я бы сказал, что... Вам никто не гарантирует, что... Ну, что они решат. К сожалению. Понимаете, да? Поэтому, вот. На это я бы хотел... Обратить ваше внимание. Надеюсь, что порядок, в котором вам нужно работать, очевиден. Теперь. Работать именно в таком порядке. Не... Ну, не в другом. Именно в таком. Только в таком. Понимаете, да? Вот. Вот. Это... Такой мой ответ. Да. И чего вы боитесь? То есть... Вот тоже... Весьма... Важный момент. Чего именно вы боитесь? Ну, судя по тому, что вы описываете, да? Боитесь... Боитесь вы... Довольно сильно. То есть у вас... Достаточно... Такой... Получается... Достаточно... Серьезный, достаточно сильный... Страх. Вот. Чего вы боитесь? Попробуйте... Попробуйте рассказать... Нам об этом. То есть... Эм... Ну вот... Условно говоря... Вы пишите, что вас использовали. То есть... Вы боитесь... Эм... Ну... Повторения. А... Опять же... Я спрашиваю сейчас... Это... Не в том... Не в том смысле, что... Вы... Эм... Чем для вас... Эм... 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 И... что с вами что-то не так, то есть, вот, давайте попробуем на эту тему тоже подумать, тоже поисследовать в этот момент. На мой взгляд, это опять же важно. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго и удачи!